Всех приветствую на канале Леха Мега Строитель Сегодня мы в очередной раз снимаем обзор на дом, который мы построили, возвели все стены, фундаменты, все коммуникации Сейчас мы уже практически заканчиваем все фасадные работы и хотелось бы подвести по ним итоги Из каких материалов это все было сделано, послойность материалов, где мы использовали пеноплекс, где мы использовали пенопласт И также я расскажу вам про кровлю, она тоже интересна, со световым вот таким вот окошком большим, который здесь у нас находится Что мы имеем по стене? Значит у нас здесь декоративная штукатурка, камешка, баромикс Значит у нас утеплитель, пенопласт в разных частях, где-то 8-10 см Это связано с тем, что у нас разные плоскости нужно было подгонять по стенкам, соответственно за это толщина пенопласта немножко менялась Нижняя часть у нас вся сделана, которая, она из пеноплекса, потому что она лучше, так скажем, в агрессивной среде при нанесении штукатурки себя ведет Потому что здесь у нас будет подходить крупноформатная плитка, значит она по всему основанию бетонному Заходить она будет под штукатурку Немаловажный момент, который мы здесь учли сразу, мы сделали тройную защиту гидроизоляции То есть обмазочная, а у нас сначала шла церезитовская на основе, ну она выглядит как цемент, фактически разводится с водой и наносится Мы нанесли ее в два слоя с вот такой лентой, дополнительно, в принципе, необходимости такой в этом нет Но мы еще добавили такую ленту на угол и промазали это гидроизоляцией То есть у нас получилась тройная гидроизоляция Почему мы сделали гидроизоляцию? Вот если обратить внимание здесь, да, вот у нас это гараж, здесь дом, ну в доме принцип один и тот же У нас есть полнотелый кирпич, и после чего идет у нас здесь будет утеплитель, полусухая стяжка И уровень пола мы приблизимся где-то приблизительно вот сюда, это уровень пола ноль будет Если бы мы не сделали гидроизоляцию, при дожде, при снеге, при оттаивании может затекать за плитку И, соответственно, подтекать ее в дом Здесь мы еще на дверях гидроизоляцию не делали А пена, она вся будет здесь подрезаться, будет здесь промазываться Изначально клеем, после чего будет подворачиваться тоже гидроизоляция В несколько слоев промазываться и после чего будет подгоняться уже плиткой Если наметет у нас здесь снег или будет сильный дождь косой, все это может затечь и, соответственно, вся вода пойдет у вас в дом На гидроизоляцию в таких моментах и узлах нужно очень много этому посвятить времени и уделить, вот, и не забыть Что касаемо грибков, как они монтируются То есть обязательно все стыки должны у нас пробиться, которые у нас есть И один-два грибка уже на середину плиты пробиваются И таким вот образом монтируется пенопласт Ну и, конечно, изначально стенка, которая у нас идет из кирпича, она грунтуется На пенопласт также наносится клей И после чего монтируется пенопласт на стенку А затем уже пробиваются грибки Потолок у нас тоже сделан Мы в прошлых видео показывали, как монтируется этот потолок Он на подсистеме Можно сказать, это аналог, так скажем, гипсокартона Который идет у нас на подвесах После чего профиля, профиля здесь из дерева Дальше у нас идет ОСБ 15 мм здесь и пенопласт Пенопласт тоже разный по толщине Связано это с тем, что вот у нас здесь все подходы к окнам, которые есть Нам нужно было все подогнать, каждое окно должно было быть все четко Практически в миллиметр в миллиметр Ну, если есть здесь погрешности, я думаю, по всем стенам, но 2 мм Особенно хотел бы подчеркнуть, что здесь будет у нас штукатурка фракции 0,5-1 мм То есть это очень мелкая фракция В следующем ролике мы вам покажем, как она будет выглядеть Потому что она наносится достаточно сложно На нее должна быть серьезная подготовка То есть вот можно сюда подойти Этот первый слой Дальше сейчас уже наносится второй слой Потом это все еще подшлифовывается И вот сюда, если обратить внимание, здесь буквально 5 мм есть переход Почему это так? Штукатурка должна подойти идеально в одной плоскости с окном То есть это достаточно сложно сделать, кропотливая работа, но возможно Результат вы обязательно увидите, мы все это подснимем, все сделаем Все уголки, они армированные, то есть у нас сеткой Когда наносится первый слой, у нас, соответственно, мы наносим тоже ее сеткой обязательно После чего, после вот этого слоя мы еще одним слоем проходим Чтобы нивелировать вот эти погрешности, которые у нас есть Здесь сейчас при нанесении первого слоя, так скажем, максимально толстого То есть вот это где-то еще чуть-чуть почистится И вот это все нужно будет вторым слоем полностью зачищать Чтобы нигде не просматривалась ни сетка, ничего Связано это с тем, что фракция самой штукатурки очень мелкая Была бы крупная, как правило, 99% которые наносятся штукатурок Уже на это основание бы нанесли штукатурку И в этом ничего такого сверхъестественного нету Потому что фракция большая, все вот эти коверки, которые есть Она просто бы перекрыла А в нашем случае так не получится Итак, поднялись мы на кровлю Что мы здесь, собственно, видим Интересное такое решение с окошком Значит, у нас здесь кровля сама из мембраны Парапеты все у нас утеплены Мембрана заходит на парапеты И после чего мы еще залили вот такую бетонную конструкцию С небольшим уклоном Здесь будет монтироваться окно световое После чего планками будет все это обходиться, обрамляться И, собственно, чтобы свет у нас попадал на входную группу Потому что там достаточно большой потолок И чтобы она как-то освещалась Архитекторы придумали вот такое интересное решение Собственно, которое здесь сейчас мы собираем Хотелось бы обратить внимание на воронки Значит, воронки у нас здесь сразу с подогревом Провод идет у нас из дома Если элемент подогрева перегорает, он меняется с кровли Также вот эта часть, она защищает от этого всего мусора Она снимается, прочищается И на этом, собственно, все Обратить нужно внимание, что при подходе к воронке Перепад должен быть от плоскости кровли к воронке Не менее 2,5 см Для того, чтобы вода полностью себя стекала Потому что если вы сделали кровлю всю в одной плоскости Поставили воронку То вода будет до нее доходить Можно сказать, как в бортик упираться Вот этой части И вода, оставшаяся будет лужей, стоять вокруг воронки И она будет перемерзать А когда воронка притапливается в углубление Соответственно, вода вся стекает и она попадает вовнутрь Воронка полностью эту часть всю прогревает И здесь никаких луж, ничего не образовывается Трубы, парапеты у нас, собственно, вот таким вот образом Они все обернуты Здесь еще будут стоять из фальца Значит, крышки По всему абсолютно периметру Достраиваем этот дом И парапеты в ближайшем будущем тоже будут В конечном результате, когда мы сделаем фасад Мы эти все парапеты Все подснимем Трубы у нас идут, значит, тоже из мембраны Герметик специальный Эта часть будет также монтироваться Фальцевые будут кассеты идти Колпаки, зонты будут стоять Здесь еще несколько воронок Также необходимо при расчете кровли Мембраны рассчитывать фановые трубы Вот такие Их обязательно нужно устанавливать То есть они в обязательном порядке должны быть Труба от камина, которая у нас будет в зоне мангальной, так скажем, находиться Поставлял эту трубу на мастов компания Ну, в принципе, ребята достаточно часто выполняют работы Не знаю, качества у нас вообще никаких претензий нету К скорости, к обслуживанию, ко всему Подход у ребят достаточно серьезный Вот Что мы еще здесь вот имеем Имеем вот такие огромные козырьки Которые мы здесь Сами сварили Замонтировали Ставим тоже вставки небольшие Как изначально были металлоконструкции Как они обшивались USB также подшивается пенопластом И весь контур дома Всех стен и этих же свесов Он будет обшиваться пенопластом В один единый контур Когда все это штукатурится Никому будет непонятно Как это все, собственно, и собрано Здесь будет кусок набиваться мягкой черепицы То есть, когда у нас сейчас сделается фасад Мы поставим по фасаду аккуратную планочку И эта часть будет из мягкой черепицы набита Хотели изначально, может быть, тоже фальцев сделать Или еще чем-то Но решили, что достаточно объемные конструкции Чтобы они не тарабанили Сделать из мягкой черепицы И подготовили Также нашили USB Постелили подкладочный ковер И забьется черепица И поставили планочку Переходящую То есть, уклон у нас здесь сделан Небольшой во внутреннюю часть Чтобы с этого козырька Стекало все на кровлю Вот такие обязательно тумбы На этих тумбах будут располагаться Блоки кондиционеров Они специально подвышены Вот Здесь сделана двойная гидроизоляция То есть, сейчас у нас видно только снаружи Одну, так скажем, гидроизоляцию Да, из мембраны Но на самом деле там двойная гидроизоляция Фишка этой конструкции такова Что там также Идет сначала кусок пеноплекса Который у нас по кровле После чего идет у нас газосиликат Но на этом уровне Сразу на этом уровне У нас полностью прошла Мембрана под этим коробом Дальше мы уже положили на мембрану Газосиликат И еще раз обвернули гидроизоляцию В случае, когда монтажа Именно непосредственно Сюда крепление Если даже и протечет Под, так скажем, гидроизоляцию То у нас никогда в дом вода не попадет Потому что у нас по этому слою В горизонт идет гидроизоляция То есть, это двойная такая, скажем, защита Потому что Одна из самых таких проблем Это когда текут именно кондиционеры Ставили там крепление и сбоку И сверху И горкой И домиком делали В общем, что только не делали В интернете много Можно всего найти Посмотреть и Удостовериться В моих, так скажем, словах Здесь сделан, значит Такой элемент И выход у нас идет То есть, он будет в виде гусака Направление будет трубы Не как сейчас открыто вверх А будет смотреть вниз Тем самым Мы избегаем Попадания влаги Возможно, какой-либо Непосредственно тоже в дом То есть, это сейчас вся черновая работа Еще здесь, когда будут подключаться Мы еще здесь дополнительно Также сделаем из мембраны Все это обвернем То есть, вот это уже часть мембраны Это обычная кондиционная труба Обвернутая мембраной То есть, сделано примыкание Ну и напоследок Хотел бы вам я показать У нас здесь Кухня-гостиная Под нами находится Вот Спальня Здесь тоже Большой такой проем Световой Здесь поставятся Из фальца Крышки Все полностью То есть, делается подготовка И смонтируется И вот Одна таких из фишек Которую мы здесь Добавили Вот здесь у нас есть Водосток Вот его оттуда не видно Снизу его не видно Для чего он сделан? Когда у нас Отсюда сходит вода Здесь у нас Она перетекает За парапет На кровлю И уходит в воронку Здесь Если бы она сходила Она бы текла Постоянно По фасаду И что мы сделали? Мы сделали Здесь водосток Сами его Согнули И замонтировали В тело Штукатурки Значит Снизу его не видно Его практически Ниоткуда не видно Только с высоты Птичьего полета Или вот Подойти сбоку Даже если смотреть Где снимает сейчас Оператор Его практически не видно Вот Но здесь вот Можно посмотреть Как это все Это выглядит Собственно То есть у нас Здесь замонтирован Водосток Отсюда будет Вода у нас Перетекать Разуклонку У нас сделана В две стороны В эту сторону И в ту Здесь поставится Металлическая еще Планка Которая Будет крепиться Здесь К этому К водостоку И соответственно К фасаду Тем самым У нас по фасаду Не будет течь Вода Вообще никогда Хотя Здесь этот момент Был немножко Не учтен И мы в моменте С архитекторами Решили добавить Этот узел И По моему мнению Это Очень классное Решение Берите Если у кого-то Есть такие фасады Такие сложные Моменты То есть Можно посмотреть Как это сделать Если что Мы вам расскажем Покажем Вот Так скажем Инструкцию Пришлем Как это правильно Сделать Иначе бы фасад Был бы постоянно Грязный То есть Он бы подпылился И по нему Втекла вода И Было бы Не очень красиво В общем Все это В дальнейшем Итак Я с вами На сегодня Прощаюсь Будет еще У нас ролик С этим домом С обзором Когда мы Полностью Здесь уже Постелим Саму черепицу Поставим Фальцевые крышки Сделаем фасад Буквально Подождать Где-то Месяц Может быть Полтора И мы Вам еще Раз Этот дом Отстимим И вы Сможете Посмотреть Как это Получилось Уже С Доделкой Всех Элементов Кому Понравилось Это видео Ставим Лайк И подписываемся Ну а я С вами Прощаюсь Пока Пока